Наши люди на работу, на чем попало, не ездят. Ивано-франковские депутаты решили пересесть на автомобили бизнес-класса. Откуда деньги, узнавала Ольга Поломарёк. Купить новые автомобили депутаты Ивано-франковского облсовета решили еще в конце прошлого года. Огласили тендер. Хотели исключительно Тойоту и только премиум-класса. Но в дело вмешались общественники и тендер остановили из-за нарушений в документации. И вот, спустя полгода иномарку все же покупают. Тойота Кемри обошлась облсовету почти в 800 тысяч гривен. Это не такой автомобиль, можно сказать, с такой начинкой. Это простой автомобиль с кондиционером. То есть уже на нем ездил? Ну, ездил. Зараз этот автомобиль возле областной рады. И что хочу сказать еще за такой автомобиль? Гарный сервис. Но одной иномаркой в облсовете решили не ограничиваться. Уже через месяц провели новый тендер. Тоже на Тойоту и тоже для председателя облсовета. Кроссовер Toyota Highlander 2017 года выпуска обошелся области в 1 миллион 117 тысяч гривен. Трехзонный климат-контроль, 12 динамиков, мультимедийный дисплей. Автомобиль оснащен по последнему слову техники. Но все это чиновники роскошью не считают. Чем чиновникам не угодили старые Мерседесы? В облсовете на этот вопрос нам так никто и не ответил. В рабочее время ни председателя, ни его замов на месте нет. Общественники возмущены, дескать, в области и других проблем с избытком. Автопарк медицинской помощи областного центра находится в плечевом состоянии. Единственное финансирование также школы города Ивано-Франкевска. Дитящее харчевание для детей 1-4 классов опять же таки платное. А в этот период областного района позволяет себе делать такие серьезные покупки. Почему эти деньги не принимать на другие статьи? А вот правозащитники уверены, такие тендеры проводят не случайно. Ведь зачастую, как показывает практика, торги выигрывают фирмы, приближенные к властям. Можно купить ту саму «Шкоду». Она по классу, по качеству не уступает японским автомобилям. Я считаю, что это будет конкретно под конкретную фирму. Новый кроссовер в областном совете ожидает уже к концу месяца. Позже проведут еще одни торги. Закупят автобус для обслуживания иногородных делегаций. На этот раз уложиться планируют всего в 2 миллиона гривен. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковск.